Сайт Runbox – счастливая находка! Откройте для себя бездну подарков и выгодных приобретений! Что приготовила Darknet-коробка лично вам? Загляните и узнаете! Подарки в каждом боксе – просто огонь! Например, iPhone X, XS, Xbox, MacBook! Не желаете покупать кота в мешке? И не надо! На сайте есть бесплатная коробка! Авторизуйтесь посредством ВК, пополните баланс на символическую сумму и классный приз ваш! Уйма реальных отзывов! А перейдя по ссылке в описании, получите 50 рублей плюс 20% бонуса на депозит! Что там, ребята? Всех с праздничком! Надеюсь, вам всем понравился видос Мы старались Всем любовь! я так проснулся! Я и так проснулся! Oyea! Uw! Tch! 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 Я так проснулся! А тут уже клипы выходят. Больше понравился последний пост, а что в последнем посте? На самом деле мне по самому психологу. Всем психологам тоже нужны психологи. Я выступал на концертах один. Вместе с Ильей Илья Замузоном. Рэп читаю один. Парочка актеров из улицы, я не знаю, встречаются они или нет, я не спрашивал. Больше нравится жить в центре, нахуй там Урина. Йоу. Поделитесь кто что будет делать сегодня. Вот я сегодня... Сейчас попробую сходить поесть в галерею. Вернусь. Буду налоковырять один проект. Может запишусь. Вечером полечу в Омск. Вот такой мой 14 февраля будет. А у вас че? У меня по утрам всегда такой голос. Когда я тихо разговариваю. Привет Сушберда. В вашем чудесном городе родилась певица Ёлка, кстати. Я думаю, вы в курсе. Нет. В пятере четыре часа дня. Просто у меня утро. Уже лег в шесть утра. Всем привет во всех городах. Почему не идешь на мой концерт завтра и хочешь реветь? Можно пореветь отдельно и потом на концерт сходить. У нас сегодня день, чтобы есть сладкое походу. Да ничего меня не урчало. Вот че? Это мой голос был. Я вот так сделал просто и все. Ну я попоел, кстати, да. Ассоциация со словами успех. Хуй его знает. Когда я просыпаюсь, у меня еще примерно час мозг не работает. После того, как я глаза открыл. То, что я хожу по квартире, разговариваю. И это не значит, что я проснулся еще. Ну, сорян за Воронежку. Лучше едет на Фуку. Я думаю, там такой лажи не будет. Я записываюсь дома где-то полмесяца в девять, наверное, десять. Зачем эфир сделал? Просто по приколу зайти. Посмотреть, как четыреста человек будет смотреть, как я лежу. Могу себе позволить. Вот вам и синоним слова успех. Четыреста человек смотрит, как я лежу. Я почти что ленин. Йоу бич. Кажется, я заболел немножко. Чувствую, что у меня горячая голова и от нее горячая подушка. Так, бля... Ммм... Особенно что я сижу. Продолжение следует... Чё с Руксом? Рукс сказал, что я лицемер. Строю себя ебаного главаря. Ещё много какой-то глупой хуйни. Не знаю зачем. За что. И съебался. Это если в двух словах. 2018 год и... Начало 2019 года. Научили меня одной хуйне. Что инициатива ебёт инициатор всегда. Не делай людям добра, не получишь зла. А я люблю делать добро. Всем подряд, да. Вот. У меня так с многими людьми получается. Я себе пожизняк ищу компанию и друзей, потому что я много переезжал в жизни. У меня всё время круг общения менялся. Поэтому я стал зависим от компании. У меня одному типа не очень. Но мало кто хочет со мной дружить на самом деле. Всегда находятся причины какие-нибудь. Если кто-то хочет со мной дружить, значит, что-то нужно от меня. Но бывает иногда, я хочу с кем-то дружить. И я могу дать всё, что нужно. Лишь бы со мной дружили. Но у меня уже даже так не получается. Если ты не ЧСВ, ответь в директе. Я ЧСВ. Прости. Следите, ребятки, за своим эго. За своими демонами не могут много вам подпортить, если вы не будете их контролировать. Демоны это я не про то. Ваше желание поебаться с первым встречным, нахуяриться или попробовать наркотиков и потанцевать всю ночь. Я про демонов, которые вам будут говорить хуйню. Про других людей, настраивать вас против них. Можете не вывести потом. Я не люблю, когда люди со мной ссорятся. Потому что им всегда хуже. Несмотря на то, что я не люблю ссориться с людьми и, ну типа, результат меня самого не радует. люди, которые решили на ровном месте начать хуесосить меня или отвернуться от меня на ровном месте. Они жалеют, как правило, об этом. Мне даже ничего не нужно делать для этого. Но иногда я могу и сделать. Вот. Мне недавно кто-то написал коммент, что я стал сентиментальным. Походу, да. Я просто говорю это все и не вижу в этом ничего особенного уже. Все это происходит настолько часто и на ровном месте, что я уже нихуя не удивляюсь этому. И мне кажется, никто этому не удивляется. Все, что я делаю, это смотрю, как люди охуевают. Вокруг меня. В плохом смысле. Всех эго, блядь. Всех своя жизнь. Это всегда, блядь, в жизни другого человека, пока ему удобно. Куда ему неудобно, тебя там нет. Дурацкая хуйня, да? Очень странная. Не знаю. Я людей никогда не ставлю на паузу у себя в жизни. Не умею кого-то, не знаю, любить дозированно. Быть с кем-то близким дозированно. Или на время. Это странная хуйня. Знаете, что я думаю по этому поводу? По поводу того, когда у тебя есть роль, ты играешь роль свою. Держишь каких-то людей на расстоянии, каких-то ближе, каких-то чуть подальше. Когда нужно ближе, когда нужно дальше. Подбегаешь, подбегаешь в разное время. Я сразу представляю такого человека, нахуй сбивает фура сегодня к вечеру. Он лежит в своих кишках последние секунды на асфальте и думает, нахуй я это делал, блядь. Мне же все равно пришел пиздец. Поэтому я желаю всем в этот чудесный праздничный день не страдать хуйней. Если у вас есть что сказать, если у вас есть какие-то чувства, которые вы не показываете кому-то, идите и покажите. Потому что если где-то в голове вы представляете, что вы можете их показать, но сейчас не стоит, не удобно, не варит, не лучший момент, хуйня это все. Этого всего может тупо не быть. Потому что вас обоих может не быть. Уже завтра, уже сегодня. Поэтому не ебите голову. В первую очередь себе. Люди приходят и уходят. Можно не успеть. Будешь потом долго думать. У меня были ситуации в жизни немного другого плана. Но тем не менее я там протянул и не уделил времени человеку. А потом уже не было возможности это сделать. Дети мам своих чмокнете. В сухом остатке. Даже если вы ругаетесь своими родителями, родственниками. Кроме них мы мало кому на самом деле нужны ни за что. Они тоже люди, они тоже несовершенны, как и мы. Но им с большей вероятностью ни хуя от нас не надо. А всем остальным что-то надо. С большей вероятностью члены твоей семьи не будут с тобой в игры играть. Вы из одного мяса с ними. Вам не хуй играть с ними. И им с вами. Что там про ваших половинок. Всех своя хуйня, но. Вы просто тратите время, если что. Если вы ругаетесь или вы ебываетесь друг на друга. Время идет. И. Когда-нибудь потом, лет через десять. Когда вы будете смотреть на всю эту хуйню. Не важно будете вы вместе или у вас еще 20 партнеров. За это время сменится у каждого. У вас будет на весах пиздатые моменты. И. Ваша гордость. И ваше эго не поцарапанное. И когда пройдет время. Скорее всего. Вам будет. Так плохо, что ваше эго не поцарапанное. И ваша гордость. Чистая. Когда вы все что будете помнить. Это куча срачей и ебонов. И негатива. В этот момент вы будете понимать. Что. Очень многое время своей жизни. Провели. В несчастном состоянии. В негативе. Зато вы были всегда гордыми. И. Ну типа. Любили себя и все такое. Это сложная хуйня. Особенно для чуваков. Мужское эго куда более уязвимое. Чем женское. Несмотря на то. Что девочку можно задрочить тем. Что она стрёмная мальчика. Вряд ли. Там другая хуйня. Мужское эго. Но. Связано с чувством собственности. Очень сильно. Идет с ним. Бок о бок. Много еще с чем. Поэтому для мужика уступить куда сложнее. Чем для девчонки. Но. Как мне сказала моя мама недавно. Мужiao говорит. Это ебанутые создания. У нас. МЕСЯЧНЫЕ. Куча гормонов. ЛОГИКИ у нас нет. К нам надо снисхождение. С нами надо аккуратно обращаться. Ну типа. Мы не стабильные. Элементы системы. Примаю мама сказала. Те, кто первые это понимают, тому гораздо комфортнее. Но вам, девчонкам, тоже нельзя расслабляться. Потому что для многих чуваков, ну, типа, мы все время, большая часть времени, по большому счету, пребываем в коллективе себе подобных. И частенько в мужских коллективах, в порядках, кто-то показывает особые эмоции и говорит что-то теплое или подбодривающее друг к другу. И вы для этого нужны чувакам. В том числе. Это не основное, но это очень значимое. Значимая роль. Когда ты сходил на войну, на ежедневную, нахватал там, и тебе некуда прибежать, чтобы отхилиться от хуёвого. Особенно, когда годами я представляю, что это за хуйня. Поэтому не ебите себе головы. Переставайте смотреть эту хуйню. Наберите, напишите. Подъедьте друг к другу. К дому. Забейте стрелку в центре. Не омрачайте этот день. Всякой хуйня. Потому что из-за ебучего дня святого Валентина у всех есть официально день в году. Когда, вот прям сегодня, ты можешь сделать скидку и не выёбываться. Ты, по идее, должен всегда делать скидку и не выёбываться. И ты, и ты. Вы оба. На сегодня, прям аж, блядь, в календаре написано, что не надо выёбываться. Поэтому врывайтесь, ёпта. Так как я ворвусь сейчас в ресторанчик и сожру там всё, весь шашлык, гигантский тазик с отцивью. О, чёрт, я понял, что я действительно хочу жрать. О, щит. Блядь, ну насчёт директа давайте только сейчас не будем открывать горячую линию психологической помощи. Потому что мне самому не очень весело сейчас. Это, наверное, заметно. И не нагружайте меня своей хуйней решить её сами. Я вам ничем не помогу. Я вам никто. У вас есть кто-то, из-за кого у вас проблемы. Идите, порешайте вместе с ним эту хуйню. Я могу лишь просто как, не знаю, если я для тебя лидер мнений или чувак, банальные слова от которого на тебя действуют лучше, чем банальные слова от твоего, блядь, одногруппника. Или ещё от кого-то. Я могу лишь натолкнуть на мысль. Вот такая вот, такая презентация, блядь, подготовленная. Клип кинет, контроль получилась у меня. Так тяжко что-то вставать с кровати на самом деле. Пяти лет супер мерчуху. Это я. У меня благофотка выносит, а зацените. Короче, я, наверное, эту трансу не буду оставлять. Там кому-то, если нужно будет срезать хайлайты, окей, я не против. Но пусть этот месседж услышат только те, кто не проебался и зашёл сюда. Нахуй нам все карты для всех раскрывать, так ведь? Надо уметь найти информацию. Пятнадцать минут пятого. Пора бы позавтракать. Ладно, всё, я хочу уже с праздничком. Не будьте унылым говном, как я. Веселитесь. Любите друг друга. Чао. Смотрите «Климат-контроль». Смотрите «Климат-контроль».